Повсюду музыка и последние приготовления. Первые фотографии возле стен родной школы, волнение родителей и детская неизведанность. Всё это 1 сентября. Для старшеклассников это день встречи с друзьями-одноклассниками, а для малышей – знакомство с новым коллективом и, конечно же, вступление в новую жизнь. Я так жила 1 сентября, чтобы знакомиться с первыми друзьями. Я уже умею читать, писать и много знаю уже английский. Волнительно было сегодня собираться? Как всегда, 1 сентября, первый раз, первый класс – это очень волнительно. Ребёнок хотел идти в школу? Да, она с удовольствием хотела идти в школу. Она считала каждый день, когда я пойду в первый класс, когда будет 1 сентября, она с удовольствием идёт. Что самое ожидаемое было? Ну, мне кажется, увидеть класс, где она будет находиться, что-то новое узнать, потому что она очень любознательная, она любит что-то новое, ей интересное. Новые друзья, да, новые впечатления, новые знания. Мы провожаем мою племянницу Арианну Левченко, первый класс. Пришли всей семьёй поздравить. Как ребёнок вообще в школу с удовольствием шёл? Уверена, что с удовольствием. Ей было очень волнительно, она переживала, но с большой радостью, конечно же. 1 сентября у первоклассников начинается новый этап жизни. Впереди яркие впечатления и знакомство с первым учителем, от которого отчасти зависит, как в дальнейшем будет заниматься ваш ребёнок. Миссия первого учителя, наверное, одна не из лёгких. И здесь, пожалуй, без особого таланта не обойтись. Ведь очень важно в первом классе привить любовь и желание к знаниям. Поэтому волнение учителей в этот день вполне оправдано. Что самое главное в работе вот с такими маленькими? Конечно же, любить детей. Самое главное. Каждый раз набираешь первый класс, и всё время такое волнение, потому что какие дети, как получится коллектив. Я волнуюсь больше, чем родители. Они волнуются за каждый, за своего, а я волнуюсь за... Вот у меня сейчас 24 человека, а за всех 24. В этом году на праздничную линейку в фонтанскую школу пришло 120 первоклашек. И надо отметить, что с каждым годом детей становится только больше. Поскольку Фонтанка – это динамично развивающийся район, с немалыми перспективами как в сельскохозяйственной отрасли, так и в строительной. Как раз сегодня на празднике присутствовало немало гостей, которые на протяжении многих лет оказывают свою поддержку в школе. Вчера мы приняли решение на базе вашей школы открыть спортивную секцию по футболу, в которой могут участвовать каждый ученик вашей школы. И каждый ученик абсолютно бесплатно сможет заниматься в этой школе со всем необходимым инвентарём. Сегодня мы хотим поблагодарить учителя Игоря Леонидовича за оказанную спонсорскую помощь нашей школе. Это подаренная аппаратура для проведения праздников. Сегодня мы уже испытали аппаратуру на прочность. Наш праздник удался, получился. Поэтому, конечно, большое спасибо Игору Леонидовичу. И также мы хотим поблагодарить наших спонсоров, компания «Ривьера Девелопмент» за помощь в открытии футбольной школы. Наши ребята смогут заниматься футболом. Это спортивная школа на базе нашего УВК. Футбол фонтанки любят и уважают. И надо сказать, для жителей посёлка любая игра на поле – это особый праздник. Совсем недавно фонтанки обновили стадион. И, кстати, наша съёмочная группа неоднократно была свидетелем побед местных футболистов. Но основная всё же поддержка команды – это подрастающее поколение, которые так мечтали о настоящей футбольной школе. Раньше была возможность, но сейчас это ещё лучше, так как все будут участвовать в профессиональном клубе, который существует достаточное количество лет. Профессиональный клуб, профессиональные тренера. У всех будет шанс показать себя. У нас до этого очень ребят много хотело ходить на футбол, но не было такой возможности, поскольку у нас не было таких футбольных секций. А сейчас, поскольку откроется такая школа, появится очень большая возможность для таких людей. Уже в ближайшие дни Виктор Павлик, тренер по футболу, придёт в школу, чтобы познакомиться с детьми. И, что немаловажно, принимать будут не только мальчиков, но и девочек, так как женский футбол сегодня перспективно развивается во всём мире.